Детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир. В этом году жильем обзавелись уже 19 ребят. Хотя ситуация с жилищным строительством в городе стоит по-прежнему остро, для детей, оставшихся без попечения родителей, квартиры нашлись. На прошлой неделе ребята в торжественной обстановке получили ключи и договора социального найма из рук главы города. Это шаг к тому, что вы вступаете в серьезную взрослую жизнь уже с каким-то не только моральным багажом, но и серьезным экономическим. Потому что квартиры – это деньги, квартиры – это возможности достаточно широкие. Поэтому я всем хочу пожелать всего самого лучшего. Ну и не зацикливаться на своих проблемах, а видеть впереди широкую дорогу, которая позволяет всем нам жить так, как мы хотим. Вручение ключей совершеннолетним сиротам проводится с 2013 года. Полностью перекрыть потребность в социальном жилье для этой категории населения пока не удается. Но очередь заметно сокращается. Ну ежегодно с 2013 года выделяется лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, квартиры по договорам специализированного найма жилого помещения. В прошлом году порядка 25 квартир ежегодно. В прошлом году их было 25. В этом году сегодня у нас замечательный день. Мы выдали ключи, предоставили квартиры 19 детям. И еще на подходе до конца года у нас 6 квартир. Они будут предоставлены. Ждем договора из фонда. Законодательством также предусмотрена мера, призванная защитить ребят от недобросовестных людей, которые могут попытаться отнять их новообретенное жилье. На сегодняшний день с детьми заключается договор найма специализированного жилого помещения, который не позволяет в течение 5 лет детям приобрести это жилое помещение в собственность, ну и получается как следствие распорядиться этим жилым помещением. По истечению 5 лет будет пересмотрен договор, который заключен с детьми, либо будет продление договора специализированного найма, либо будет заключен с ними договор социального найма, который позволит приватизировать это жилое помещение. Также ребят консультируют по всем юридическим вопросам, касающимся жилищного права. Кроме того, полученное жилье подразумевает и определенную ответственность. От своевременно вносимой квартплаты до создания добрососедских отношений с другими жильцами дома. Но что все эти обязанности по сравнению с удовольствием обрести, наконец, собственное жилье? Расслабиться. Просто охота уже побыть у себя дома, не у кого-то там в гостях, а у себя, чтобы у кого-то в гостях. Ну и вот, в принципе, так как-то. Планы? Ну, я думаю, жить, развиваться, взрослеть. Там можешь строить личную жизнь свою, отношения с девушкой. Можешь даже семью строить. За 5 лет, я думаю, превоспею. Получателем жилья в этом году стали ребята в возрасте от 21 до 25 лет. Теперь новоселам предстоит обживать новый дом по улице Чапаева. Татьяна Мельникова, Сергей Шелковкин. Новости АТВ. Новости АТВ.